Руководитель Комитета по налоговой политике, советник министра финансов Инс Далдерис у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Когда начинались разговоры в последние несколько недель, актуализировались по поводу необлагаемого минимума и минимальной зарплаты, вы были названы руководителем Комитета по налоговой политике, кто-то смутился, так как депутатом вы не являетесь, и пытались понять, все-таки это Комитет, почему, как руководитель какого Комитета, что это за Комитет, который отдельно по налоговой политике собирается, как часто? Скажу прямо, я не руководитель этого Комитета, это была ошибка, руководит этим Комитетом развития, и, как мы сейчас говорим в этой коалиции, этого рабочего формата, рабочей группы, Атыс Закатистов, который и является депутатом, и является парламентским секретарем Министерства финансов. Он руководит этой группой, наверное, это получилось, потому что в тот день, когда мы говорили об поднятии минимальной зарплаты, и вообще минимальной вопросов, минимальной зарплаты, я руководил этим собранием, потому что он не смог присутствовать. Заместитель. Заместитель, скажем, может так, но просто он попросил меня провести это собрание, и тогда из этого, наверное, получилась эта ошибка. Но Комитет существует, вы в нем как эксперт. Ну, я не эксперт, я представитель своей партии, у нас это коллекционный формат, как сказал, там представители пяти партий, и мы собираемся раз в неделю, и часть, и более, или два, или три раза, и сейчас уже в течение трех месяцев, каждую неделю проходим через какую-то группу или часть налоговой и другой политики, и пытаемся согласовать мнение, и пытаемся вообще понять одни, любые и другие предложения, что это означает для бюджета, что это означает для экономики, что это означает для вообще нашего сообщества, и этим мы работаем над этим, да. Ну вот вы сказали, что вы представляете партию, новое единство, в то же время, когда поднимался этот вопрос, конечно, многие высказались, и уже конфедерация работодателей, и политики, и премьер в том числе, и он сказал, что он как раз-таки не поддерживает поднимание минимальной зарплаты, он за необлагаемый минимум. Вот ваше мнение. Да, ну я хочу сказать, что эта рабочая группа создана, чтобы вообще сблизить как-то представление, сблизить понятие, что каждая политическая партия из пяти, которые в коалиции, чтобы все нашли какое-то общее понимание в вопросах налоговой политики. Тут решения не принимаются, и не будут приниматься, это решения будут приниматься уже в правительстве, уже дальше работая. Сейчас мы приглашаем каждую неделю экспертов и чиновников, которые точно рассказывают, что означают, например, какие-то изменения в налогах на недвижимость, что означают изменения, если мы бы что-то хотим поднять или снизить налог на ресурсы, на природные ресурсы и так далее. И мы приходим к всем этим вопросам каждую неделю, чтобы новые депутаты, новые политические силы, которые приходили уже в парламент большими такими уже обещаниями, большой такой энтузиазмом что-то менять в этом роде, чтобы все-таки все поняли, что означает, например, поднять или снизить на один процент той или другой налог, что это означает для экономики. Это самое главное, чтобы все поняли и уже не обсуждали уже цифры или вообще-то какой-то, чтобы все понимали, что это, думали одинаково. А потом уже какие-то решения, это будет уже потом. То есть получается такой семинар для политиков? Да, скажем так, это уже было бы точнее. Точнее это семинар, который вообще-то, ситуация коалиции, конечно, из пяти партий, это трудно, потому что действительно представляется довольно большой спектр в политических взглядах, и мы должны как-то разговаривать с друг другом и находить какие-то точки соприсновения, особенно в такой болезненной теме, как налоги для всех. И это уже, там действительно мы видим, что разнятся политические, философические взгляды на то, что и как должно быть. Ну, как-то работаем, я думаю, что Аттис, который является сам философом, он довольно хорошо справляется с руководством этого формата. Но нет ли каких-то недопониманий внутри самой партии, например? Ну, вот вы говорите о том, что каждая партия представится в эту точку внутри. Да, я хочу сказать прямо, что в каждой партии тоже довольно большой спектр идей, что должно и как должно быть в будущем насчет налогов. И каждый у нас тоже, мы создали маленькую группу и в нашей партии, которые люди, которые и политики, и просто члены партии, мы приходим и говорим об этих, чтобы как-то сделать уже ясную нашу политику в нашей партии. Ну, конечно, нам немножко легче и премьер, и министр финансов, значит, в нашей партии, мы, конечно, их позиция основная, да. — Скажите, можно ли ожидать какие-то крупные изменения в налоговой системе в ближайшее время? Ну, наверное, вопрос, который волнует всех жителей Латвии. — Да, ну, я скажу прямо, что сейчас самый главный вопрос, что стоит коллицей, то, что будут ли какие-то изменения в следующем году или не будут. Скажу прямо, что министр финансов и премьер-министр придерживаются мнению, что какие-то изменения должны делаться комплексно, и один раз в четыре года уже новый парламент должен это делать один раз, и перед этим все уже пересмотреть все системы, не делать как-то ситуативно это все. Это пример, но я не буду скрывать, что есть политические силы некоторые, которые считают, что если что-то делать, то надо это делать быстрее, чтобы уже и нести ответственность, и смогли показать, как сказать, электорату результаты уже побыстрее. Но есть это еще мнение, но этим будут работать сейчас в второй части августа, и в начале сентября это будет ясно. — Но не получается ли так, что, как вы говорите, раз в четыре года предыдущее правительство под конец своего срока, вот как раз-таки приняло какие-то изменения, приходит новое правительство и теперь опять меняет что-то? То, что было до этого принято, сейчас уже не работает. — Ну как мы видим, что действительно парламент поменялся на две трети. Это, конечно, означает, что избиратели хотят что-то новое. И новые партии пришли уже довольно действительно с такими, ну, очень активными предложениями насчет налоговой политики. Мы знаем, что на недвижимость, необлагаемый минимум, минимальные зарплаты и так далее. И, конечно, они хотят показать своим избирателям, что они действительно это могут сделать. И из этого они, конечно, ну, так смотрят на обещания прежнего правительства довольно скептически. Но, как сказал министр финансов и премьер, придерживается мнения, что эти три года, которые истекают в 2021 году, должны все-таки, ну, пройти, чтобы как-то вот уже понять, какие были влияния прежней налоговой реформы, чтобы точно понять, что было хорошо, и, может быть, что-то, и что надо корректировать. И тогда только делать какие-то изменения, не торопиться. Надевайте наушники, у нас уже звонок есть. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали про ответственность. Писание святое говорит, и по плодам их узнаете их. Давайте поговорим о плодах. Латвия вышла в месяц Литвы из Эстонии, из Советского Союза 30 лет назад. Клоны партии «Единство» управляют страной с 2009-го. Покупательная способность латвийских граждан, значит, 29 900 долларов, по данным МВФ. За прошлый год приросла на 2300 долларов. Покупательная способность литовских граждан 35 800, покупательная способность литовских граждан, по-моему, 34 900. Таким образом, за предыдущие 30 лет и непосредственно под руководством партии «Единство» и ее клонов с 2009-го года, Латвия умудрилась отстать от своих ближайших соседей по благосостоянию своих граждан на 12 лет. Вопрос. Когда вы собираетесь нести политическую ответственность? Спасибо. Ну, да, такой острый вопрос. Есть ли вам что ответить? Ну да, по покупательной способности мы видим, что действительно изменения есть. И действительно, особенно Литва по таким признакам, потому что ценовой уровень цен ниже. Если мы смотрим по волвому продукту на душу населения, мы не отстаем в таком размере. Но, конечно, если мерить по покупательной способности, то, конечно, мы сейчас видим, что мы отстаем. И какие-то меры мы будем искать и принимать. Но мы смотрим, что это не очень, не так все, как скажем, однозначно. Потому что действительно Литва сейчас ведет довольно агрессивную политику, бюджетную политику. И действительно, они свои минимальные зарплаты, и второй уровень пенсионный, и другие, они съедают свои возможности в будущем. Ну, сейчас не буду в детали втягиваться, но там действительно немножко другая политика. Но мы смотрим, конечно, мы рады за них, что у них получается хорошо, и мы будем смотреть, что мы можем сделать тоже такое же самое, чтобы у нас тоже был такой же прёс. А вот про Эстонию, кстати. Да, сейчас как раз-таки сегодня 1 августа, день, когда снижен налог на крепкие алкогольные напитки. И как раз это тот случай, когда показали, что мы очень быстро можем принимать решение, когда надо. Вот тут два вопроса. Как вы смотрите на это понижение, насколько оно может дать результаты, на ваш взгляд? И второй вопрос – насколько быстро вообще можно рассчитать, рассмотреть то, как будет влиять это? То есть, это можно за несколько дней, за неделю сделать, проанализировать? Ну, это можно довольно быстро, это не за неделю, может быть, это было примерно пару месяцев, когда Министерство финансов вместе с налоговой администрацией рассматривало этот вопрос. Мы уже знали, когда прошли выборы в эстонском парламенте, что некоторые партии уже с таким лозунгом будем снижать активность на алкогольные напитки очень быстро, на 25%. И мы знали, что это будет уже перед 1 марта, уже некоторые политические силы уже высказывают, что не надо, у нас в 1 марта мы подняли акциз на налог, на алкоголь, и тогда было уже, может быть, не надо это сразу делать, потому что, наверное, уже эстонцы будут снижать. Но вот все-таки это было сделано 1 марта, и потом, конечно, мы видели, что эстонский парламент очень быстро, и вот сразу первое решение нового правительства было буквально это. Ну, конечно, у нас чисто прагматическое решение, мы опять 1 марта повесили, потом снизили, чтобы как-то вот уравнять нагрузку на наш бюджет. Это чисто такая математическая задача, в которой мы смотрели, как мы можем реагировать, что не так быстро мы потеряли доходы в нашем бюджете, это просто по цифрам можем сказать. Это было, если бы мы ничего не делали, в следующем году бюджет потерял бы 90 миллионов евро, а сейчас после снижения мы потеряем 30 миллионов. То есть это уже как бы точно? Это мы знаем, но, конечно, поведение покупателей, особенно через границу, которые едут, там есть и другие факторы, там есть и эмоциональные, и другие, так что это не всегда чисто прагматически, мы просто говорили с предприятиями, что, как сказать, эстонцы действуют немножко по-другому, чем литовцы, и чтобы эстонцы приезжали в другую страну что-то покупать, там надо уже разница цены должна быть как минимум полтора евро. Как говорят представители торговых соседей, они говорят, что литовцам хватает и 20 центов, что они уже с нас по силы искали другой вариант и приезжали в Латвию покупать. Вот вы сказали, что уже заранее присматривались, получается, что вообще, значит, смотрят на соседей, когда какие-то изменения у них происходят, чтобы вот так уже прагматично заранее за несколько месяцев? Обязательно, потому что у нас действительно географически небольшая страна, очень близко находятся другие рынки, сейчас все границы открыты, конечно, налоговая политика должна быть как-то в каком-то мере согласована между предназначенными странами, особенно в единой таможенной зоне, конечно, это очень важно, это всегда смотрится. Вы говорили, вот затронули вопрос о этичности и налогах, вот вы выступаете за то, что налогоплательщики должны знать, как государство распределяет средства, которые платятся в бюджет, вот чем, ну, в то же время многие политики не очень хотят знать, ну, чтобы были опубликованы данные о их доходах. Вот как, на чьей стороне сейчас? Ну, я тем, который подавал эти вопросы в значении трех и четырех лет в парламенте, ну, конечно, я очень огорчен, что парламентарский суд, как конституционный суд, отменил эти поправки. Я знаю, что сейчас опять это будет рассматриваться, потому что объединение ДАУНа подала еще на такие же, и собрала подписи, и я надеюсь, что это все-таки новый парламент опять приступит к этому делу, но я знаю, что во всех партиях есть за и есть против этого, ну, посмотрим, как волоса распределятся. Но я надеюсь, что это как-то мы все-таки пройдем, это все будет, все-таки, это наконец-то будет всем ясно, и это будет опять сделано. Просто вопрос о этичности и налогах, мне кажется, что, ну, имеет прямое отношение к тому, как люди охотно ли платят налоги. Понятно, что каждый не хочет платить, но когда возникают вопросы, вот, например, как сегодня, когда, ну, вот, просят оценить этичность действия Мартинша Бондарса, который подарил деньги своей жене, то есть мы понимаем, что это вот попытка была, ну, вот, уйти там от возможной потери денег, и мы, ну, вот, когда люди обычно видят, что политики пытаются каким-то образом манипулировать своими доходами для того, чтобы меньше платить, то возникает вопрос, почему вот я должен платить по полной программе, и, ну, вот этот вопрос этичности, он, по-моему, очень важен. Нет, ну, конечно, если мы видим, что есть какие-то действительно такие схемы, делается, чтобы как-то вот спрятать свои доходы или как-то вот найти какие-то выходы, и, конечно, это очень плохо влияет на общую атмосферу, и, конечно, я, конечно, никак не могу одобрить это. Если действительно это так, надо всегда проверить это, но какие-то, но если действительно так, это, конечно, ну, не очень, не можем никак этому, ну, так сказать, что это хорошо. Вы в 2017 году, вам принадлежит такая достаточно знаменитая фраза, что никогда мы еще не жили так хорошо, как сегодня. В 2017 году это было, почти два года прошло, и вот данные были недавно, что жители Латвии начали копить, прям вот активно-активно копят, и поэтому судят о том, что вроде как у нас все хорошо, потому что накопления растут. Но появилось мнение о том, что люди копят, потому что боятся опять какого-то кризиса, поэтому все, что у них есть, они складывают, чтобы вот накопить на черный день, если вдруг мало ли что. Ну да, накопление, общее накопление в коммерческих учреждениях, банках, рекордно в высоком уровне, больше, чем это было перед кризисом, и это одно-одно, что мы видим, и, конечно, я тоже, я все-таки все время так думаю, что мы действительно живем лучше, чем это было в нашей предке, потому что это все пришло от моей бабушки, которая прожила 99 лет, и я просто, это была ее цитата, потому что она, когда мы собрались уже на 99-й юбилей, и она всем нам, своим звукам, и говорила, что действительно вы должны оценить, какое-то время, которое вы живете сейчас, потому что она помнила еще Первую мировую войну, которую мы сейчас сегодня знаем, что это началось 100 лет назад, она это понимала, и она прошла очень-очень трудную жизнь, и она сказала, что действительно вы должны все-таки оценить то, что у вас есть, и как вы можете сейчас жить. Ведь, конечно, это никак ничего не говорит, что мы не должны жить лучше, все стараться, чтобы это всем было так, но в основном это все-таки правда. Надевайте наушники, у нас еще звонки, я сразу напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, советник министра финансов Инс Далдрис у нас в студии сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Вот, если позволите, я введу вас немножечко в курс истории по налогам. В начале 90-х годов мне пришлось переквалифицироваться из инженеров в бухгалтеры. Вы сами понимаете, почему. И у нас до 95-го года налоги на продукты питания были с нулевой ставкой и с 5-процентной ставкой. И в 95-м году решили увеличить, установить единый налог 18% на продукты питания. И вот, как сейчас помню, один из политиков сказал, что вот если он купит бутерброд в кафе Сейма и заплатит 18% за этот бутерброд, то бабушка тоже сможет, поскольку он заплатит больший налог, бабушка тоже сможет купить бутерброд. Но он лукавил, потому что для того, чтобы бабушка получала свою пенсию из социального бюджета, а вот для того, чтобы этот политик мог купить бутерброд, сокращалась покупательная способность детей этой бабушки. Дети должны были уплатить 18% налог, чтобы этот политик мог купить бутерброд. Но это еще не самое главное. Самое главное в том, что через 15 лет, когда я подошла тоже к пенсии, выяснила, что все уплаченные налоги уже проедены. И нашу пенсию элементарно сократили законом, понимаете? То есть вот важно не только, во-первых, не лукавить налогами, не лукавить, да? Потому что вас понимают те, кто занимается этими налогами с другой стороны, те, кто зарабатывает эти налоги, да? Вот. И главное, чтобы вы понимали, что если вы проедаете, то если политики проедают, то бабушки вымирают. Спасибо. Да, ну, наверное, вопросов не было, просто комментарии. Да, ну, конечно. Но действительно, сейчас тоже мы много говорим, и есть предложение снизить НДС на какие-то части продуктов, лекарства и так далее. И мы все время, и это тоже будет рассматриваться вот в таком правительственном формате. И будем решать, что будем делать. И там тоже есть разные мнения. И, конечно, если что-то снижать, но это будет личное мнение, это сначала надо поднять необлагаемый минимум и, может быть, и снижать подоходный налог. А потом уже, потому что НДС – это чисто уже налог потребительский. И все-таки очень важно, чтобы мы перенесли, как мы все время говорим, от рабочих налогов на рабочую силу или на работу, отсюда на потребление. Это если что-то мы меняем, просто вот эту пропорцию поменять из одного к другому. Я был бы довольно сдержан, потому что всегда, если снижаем НДС, это получается, что выигрыш больше тех, у которых больше денег, потому что они и больше потребляют. Это всегда никак не влияет на то, что большая у нас проблема с неравенством доходов. И все это очень важно, чтобы мы снижали эту неравенство. Но, может быть, именно основные какие-то продукты питания, условно говоря, хлеб, молоко, то есть там какие-то те, которые… Может быть. Но и все-таки я думаю, что если хотим помочь действительно тем, которые зарабатывают меньше, есть другие более эффективные меры, чтобы это сделать для них. Это вот необлагаемый минимум или пенсион, повысить пенсии, необлагаемый минимум для пенсии и так далее. Я думаю, это было бы точнее, мы попали в цель, которую мы можем и хотим сделать. Но вы не единственная, кто об этом говорит. Будет ли это… обсуждается ли это? Обсуждается и будет обсуждаться. Сейчас уже все эти предложения будут… Сейчас мы прошли по всем новым группам в течение последних месяцев. И сейчас уже должны как-то в следующие 2-3 месяца решить, что мы сначала будем ли что-то менять в следующем году или не будем. Это самое главное. А если не будем, тогда как мы будем уже все изменения чисто по времени уже понять, как мы это делаем. Потому что если хотим что-то менять в 2021 году насчет налогов, это все уже законодательства, законодательная база должна быть сделана до середины следующего года. Это уже осталось один год. Остался один год. Ну, это все возможно. Но, конечно, если мы… любая поправка, которая будет в парламенте насчет налогов, то, конечно, будет очень долгая дискуссия. Потому что всегда всем очень много вопросов. И у нас такой очень открытый парламент насчет этого. И все не правительственные организации, а организации-трудодатели. У них все свои идеи, как и что должно быть, и все так идет довольно долго. Чековая лотерея тоже месяц уже прошел с момента ее запуска. Что вы на этот счет думаете? Ну, я как парламентарий поддерживал эту идею. Но, конечно, посмотрим, как будет еще рано говорить о том, что что-то уже действительно есть какие-то результаты. Ну, сначала мы видели, что очень активно все люди принимают участие. Ну, посмотрим. Но все-таки понимаем, что бумажные чеки – это все-таки прошлый век уже. И дальше уже будут другие чековые, уже электронные. Но когда? Это еще в какое-то 2-3 года, я думаю, тогда постепенно эти все бумажные чеки исчезнут. Тогда, наверное, и лотерею надо будет немножко по-другому что-то как-то делать. Но вы думаете, она столько проживет? Ну, как показывает опыт других странах, которые ввели, это все-таки есть часть населения, которая активно и несколько лет это все работает. То есть пока спрос будет, будет. Да, конечно. Надевайте наушники, пожалуйста. Ну, какие? Доброе утро. Доброе утро. Ну, я хочу сказать, что только за 30 лет, сколько вы уже у власти, вы наделали столько глупостей и никогда за них не признаете. Хотя сколько выборов выигрывало согласие, вы никогда не даете им порулить. Это первое. Второе. Что касается пенсионной реформы. Почему вы берете за основу 96-99 год? Почему вы не берете весь стаж? И третье. А есть ли у вас финансовое образование? Вы же по образованию просто музыкант, да? Спасибо. Ну, вот я предвосхитил просто все, все ввел к этой теме. Да, ну, с чего, с какого начнем? Второго начнем то, что действительно по основному образованию уже 20 сколько лет назад я закончил в музыкальной академии. Но сейчас последние 10 лет работаю над государственным бюджетом 10 лет на разных уровнях. Я был и советником премьер-министра, но насчет действительно не бюджета, но европейских фондов планирования. Сейчас 4 года был секретарем в комиссии по бюджету в парламенте. Это такая школа, действительно, такие знания и практика, которые не можно получить в никаких других учебных заведениях. Я действительно это могу подтвердить, потому что, когда вы работаете над законами, особенно в финансовых рынках и налоговой политике, вы, конечно, должны учиться, учиться, учиться и проходить очень много. И, конечно, я думаю, что, особенно то, что, как сказать, политическая часть налоговой политики и другой, я думаю, я выучил очень хорошо. Ну вот, кстати, вы же, будучи министром культуры, смотрели на ситуацию наверняка, ну вот, может быть, каждый министр смотрит на свой, как бы, свой сектор, а вот сейчас, наверное, ну, как взгляд более высокий, что-то поменялось, вот, может быть, какие-то, ну, ваши, понимаете, что-то изменилось в ваших взглядах, например, на это? Ну да, ну, сейчас министром я уже был почти 10 лет назад, так что потом я работал, действительно, уже в более таких местах, которые не чисто с культурой связаны. Ну, конечно, я смотрю, что все же вижу, что основное, когда мы работаем в культуре, или особенно работал в музыке, мы, конечно, придаем очень более значимое значение, тем же занимаемся, это нормально. Сейчас мы видим, что это действительно только часть нашей всей жизни, очень важная, особенно для маленькой страны, как Латвия, но мы понимаем, что действительно все вопросы финансирования культуры, и другое надо смотреть более комплексно и довольно, ну, более, так, прозрачно, если сказать, зрело. Ну, да, конечно, что-то изменилось, но на то, что значение культуры очень большое, это не изменилось. Первый вопрос был у слушателей по поводу... Почему не даете порулить согласию? То есть, вот, выяснилось... Ой, ну, тут трудно, это я сам не то, что давал, не давал рулить, но, конечно, самое главное, это политическое такое, ну, уже, как сказать, видение довольно уже, довольно другая, чем мы представляем наши партии и другим, ну, уже партиям, которые делали коалиции в последнее время. И с другой стороны, если смотрим, где наш шестой год, вот этот тот год, когда ввели пенсиональную систему, это был отчет. Может быть, это было неправильно, но сейчас пенсионная законодательность, пенсионная система очень считана, но очень многие года, и там что-то вот ситуативно менять быстро, или что-то, или вот как-то, или сейчас смотреть уже далеко, когда вообще не было налогов, которые считаются, как считается сейчас, пенсионная система, это, конечно, было бы неправильно. Вот мы затронули уже тему министерства культуры, и новый министр культуры у нас сейчас, и как только он вступил в свою должность, актуализировалась тема с кризисом СМИ, считается, что это ответственность министерства культуры. Насколько министерство культуры должно отвечать за средства массовой информации? Ну, уже это функции ответственности уже несколько лет, по-моему, 5 или 6 лет министерства культуры должно заниматься этим, и я думаю, что действительно это однозначно, надо это решать в министерстве культуры в первую очередь. Решают ли я? Не думаю. Я довольно критически к этим отношусь, потому что действительно даже закон масс-медиа, или как сказать, мы работаем по закону 91-го или 92-го года. Действительно, у нас действительно самый такой, самый главный закон насчет медиа, у нас нет нового закона, если все, жизнь поменялась, медиа поменялись, все поменялось. Интернет появился уже с закона. Все там уже контент, который передается под разным каналом, это все по-другому. А там еще закон даже называется по печати и массовым медиа. Это все, 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 это должно уже было сделано быть несколько лет назад, и были обещания, и прошлая министра культуры, она сказала, что это будет сделано, но ничего это не прошло даже с шагу. Я думаю, это самое главное, что должно быть сделано. И, конечно, уже эти медиа, которые, средства государственные, ну, не государственные, но общественные СМИ, они, конечно, должны, все знают, что надо сделать. Конечно, поделить регулятора на регулятора, который общий регулятор системы, и если должно быть совет действительно СМИ, государственные, общественные СМИ, это, по-моему, должно быть, единой кампании, как это в Литве и Эстонии, это должно быть сделано уже давно, и они должны выходить из рынка рекламы. Это все, которые вот четыре шага должны были сделаны уже довольно долго. Но инициатива по этим шагам должна происходить из Министерства культуры. Я надеюсь, что министр новый будет более активен в этой части, потому что без этих шагов новый закон, выход из общественных СМИ, из рекламного рынка, и объединение, и реформы в этой части, без этого не будет ничего. Ну да, сейчас получается, что просто раз в полгода, раз в год актуализируется вопрос, нужны деньги, дают больше денег, но глобально ничего не происходит. Да, ну действительно, тут надо, конечно, непопулярные будут решения, но все-таки надо это сделать. И, конечно, поделить регулятор. Сейчас они как-то вот сидят на двух стульях и регулируют всю систему, и, с другой стороны, они являются главой общественных медиа. Но это неправильно уже по-системному. А новый концертный зал, как вы считаете? Больная тема для меня, конечно. Я удивляюсь, мы сделали такое, с профессиональными музыкантами сделали общественные организации уже пару лет назад, чтобы все-таки как-то вот продвинуть. Но не удалось. Министр, прошлый министр культуры, все-таки не скажем, что очень активно, на словах это было активно, но никаких действительно больших шагов этого не было. Но, конечно, я думаю, мы должны сделать концертный зал в Риге, но это должно быть то, что для бюджета крайне, ну, с малыми потерями, или я уже, мы знаем, что были возможности европейские фонды это использовать. Конечно, может быть, это не будет, выходит дворец на 100, 150, 200 лет, но все-таки для музыкантов это главное, что было бы и слушать, ли место, где действительно сейчас, сейчас видим большой фестиваль Риги Юрмала, проходит и действительно приезжает самый-самый лучший оркестр мира, они сейчас будут в Дзинтаре и были в опере, но это акустически совсем-совсем неправильное место, где им надо выступать. Организаторы как раз вот здесь, в этой студии жаловались и говорили, нам очень не хватает вот такой площадки. Это было возможно, и, скажем так, довольно, я буду критичен, это было возможно сделать за прошлые 4 года, 5, это было возможно, потому что деньги, 23 миллиона для этих нужд уже были, сейчас были, заревозированы в европейских фондах, если бы правильно подходить разумно и рационально, это должно, или сюда строить новое, или сначала посмотреть на нашу инфраструктуру, что мы имеем, или театр Дайлас, или дом конгрессов, это возможно, чтобы 23 миллиона, за 23 миллиона этот зал мы смогли построить. Может быть, это действительно не было что-то мирового значения, архитектуры, но я с вами сочу функции, это все-таки самое главное. Ну давайте наушники, примем еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро. Сделайте приемник, спасибо, пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста, как так получается, что зарплату чиновникам, депутатам на 20% повышения, вы решаете очень просто, да, то есть деньги в бюджете есть, повысить зарплату медикам, учителям, у вас большие проблемы, вы ищите деньги в бюджете, у нас что, разные бюджеты? Ну, это, наверное, все-таки... Ну нет, для депутатов система очень ясная, как если повышается средняя зарплата в государстве, тогда на тот же уровень поднимается зарплата депутатов, если снижается зарплата средняя, тогда и снижается депутатов. Очень, по-моему... Такое было в истории Латвии? Такое было, было, было действительно в кризисе, еще не было этого закона, но было, конечно, снижение, ну, это действительно такое было. На счет, конечно, медиков и учителей, ну, объем, конечно, денег, который мы распределяем для этого разный, если говорим о медиках, действительно у нас в сравнении с другими странами мы для этого выделяем гораздо меньше, там действительно большой, большой долг для них из государственного бюджета. Но насчет образования, особенно для первого уровня образования, мы рекордисты, у нас во всем по европейским стандартам процент от нашего бюджета, мы платим для образования, самый большой, но действительно вот структурально у нас действительно на одного учащихся слишком много учителей, но это не вина учителей, конечно, это политическое решение, которое очень трудно дается, потому что действительно, и в основном все деньги, которые уходят на образование, уходят на содержание школ как зданий, не для, действительно, для зарплат учителей и для образования как такового. И, ну, сейчас мы видим, как довольно уже несколько лет, последний, это все довольно трудно проходит, эти все реформы, потому что каждый привык вести свою ребенку, вот именно в эту школу никто не хочет, все объединения школ всегда проходят очень болезненно, но это, чтобы поднять действительно зарплату и отчителям, надо и вот эту школьную, как ты их, систему, систему, сеть, школу, конечно, оптимизировать и с другой стороны и менять систему образования, так, что до шестого класса, чтобы действительно в малых школах могли работать несколько специалистов очень уже широкого профиля, потому что действительно сейчас уже, уже с малых лет, конечно, каждому, каждый учитель работает только на, чтобы сделать программу для школы, надо быть очень много учителей, и это, конечно, все делает система очень громоздкой. При этом школы-директора говорят, что у них не хватает специалистов. Да, потому что система спрашивает, чтобы для каждого предмета должен быть каждый узкоспециалист, и если это не менять, это было уже давно возможно сделать, уже мы говорим об этом 6 лет, это уже, я помню, мы работали над планом развития Латвии 14-20, так, что всем было ясно, что это должно сделать. Но это, конечно, непопулярные реформы. Мы знаем, что это было еще Вячеслав Домбровский, который сейчас уже поменял несколько партий, и тогда он был реформой партии, он был министром образования, мы тогда с ним уже спорили, что все-таки он реформист, и они должны реформировать это все. Но, конечно, если политик хочет смотреть только на себя и думать, как мы дольше проживем в политике, тогда очень трудно будет, что таких реформы делать. Нам пора заканчивать совсем мало времени у нас уже. У меня еще был вопрос, все-таки вот вы выступали за обязательно среднее образование в Латвии, а не считаете ли вы, что в принципе нужно думать и о том, чтобы было обязательно высшее образование, учитывая, насколько быстро развиваются технологии, и многие говорят о том, что человек должен учиться буквально всю жизнь? Всю жизнь, конечно, это самое главное, что надо поменять. Не будет больше такого, что закончил вуз, и будешь работать, не меняя профессии, ничего нового, не будешь учиться, уже работы не будет. Но я думаю, сначала лучше было сделать бы среднее образование, потому что там тоже есть довольно большие проблемы. Потому что те люди, которые не получают, статистика очень плачевная, у которых только среднее, даже только среднее образование, их зарплата и возможность найти хорошую работу, они гораздо, гораздо ниже, чем людьми, даже не, может, полноценные, не очень качественные наши высшие образования, которые мы имеем, но все-таки, если все-таки есть высшее образование, есть знание языков и других технологий, тогда, конечно, возможность работать, даже на производстве это все уже меняется. Не знаю, что тракторист сейчас должен тоже обладать всем навыком компьютера, потому что техника становится совсем другой. Тему образования мы продолжим во второй части нашей программы после девяти часов. Сейчас нам пора заканчивать обзор прессы, еще ждет вас впереди новости, и тогда мы как раз-таки продолжим тему образования высшего и среднего. А у нас в гостях был советник министра финансов, Инст Далдерес. Спасибо, что пишете. Всего хорошего. Спасибо.